Я по жизни такой человек, что всегда люблю строить планы, делать расписание и прикладывать максимум усилий, чтобы попадать в эти планы и расписание. И ситуации типа сегодняшний меня жутко раздражают. Но нечего поделать. Наш прицеп, лафет, просто вынес мозги по полной программе. И по идее я уже должен быть где-то на границе. Но, блин, как обычно в последнее время все идет не так. А именно у нас проблемы с ступицами. Запрос, отправленный на завод, где был сделан этот лафет в городе Кировоград. На этот запрос я получил просто шикарный ответ, что по этой технологии они не работают уже лет 6. Предлагаю отрезать нижнюю часть лафета и приварить их новую. Поэтому мы ставим сюда сейчас фордовские ступицы. Одна уже стоит. И на это ушло всего-то часов 8. Но так как первые всегда идут намного тяжелее, остальные должны пройти быстрее. Мы хотя бы часа в 3 ночи стартанем. С четверга на пятницу в 4 часа ночи. Саша, я никогда столько не работал, как сегодня. Все будет хорошо. Прикол в чем? Эта поездка изначально пошла не так. Исторически складывается следующим образом. Если в начале все идет не так, значит потом окончание просто бомбезное. Я очень надеюсь, что так будет и в этот раз. Потому что у нас сломался лафет. Он нам не дает выехать уже целый день и часов 8 назад надо было выехать. Мы все еще его чиним. Первое. Второе. У нас не успели прийти паспорта. И поэтому Серега с Лениным вылетают следующей ночью с самолетом. Буржуи! С самолетами летать в Турцию. Так как территорию Евросоюза, Болгарию и Румынию, они не имеют легальных основ проехать. Транзитом. Я же еду с Митей Мичманом и папой своим. Чтобы ну просто хоть какая-то поддержка в пути была. Дорога не самая простая. Там будет 4 границы. И на каждой границе нужно будет провести определенное время. Может где-то сесть за руль на каком-то автобане. Так как только у меня есть категория. И таким вот образом мы стартуем нашу поездку. Когда мы в следующий раз увидимся после нашего сегодняшнего расставания, вы будете прилетевшей самолетом, а я буду выжатым лимоном. По крайней мере регулировать подшипники не придется. Да, хорошо. Все правильно сказали. В 3 часа было все готово, мы загрузили за 40 минут и выехали. Дождь в дорогу. Хорошая примета. И мы где-то сколько? Километров 100 есть от Одессы? Нету. Больше, больше. Действуем по принципу влогерскому. Случилась жопа, сними ее. Митя, что там произошло? Что ты там такое крутишь? Выехали мы в 4 утра. И сейчас мы остановились и походу на какое-то время. Потому что у нас пытаемся починить починенную 20 километров тому назад поломку. А поломка следующая. Привет, глашитель. 20 километров назад в дождь жуткий. Мы его худо-бедно приспособили. Ожидаю, что доедем до ближайшего населенного пункта, где это можно будет устранить. Но, похоже, не судьба. Сейчас мы запасаемся металлическими хомутами и постараемся это сделать более надежно. Мои коллеги-влогеры называют такое шок-контент. Митя, только ты помни, что нас смотрит юное поколение. Пожалуйста. В этот раз без матершинства. А покажи, что там. Я здесь был 20 минут тому назад. А слушай, может, мы тебя привяжем, ты будешь так ехать. Дай мне нож. Держи. И ты надеешься, что веревка выдержит? Да. Похоже, это не та веревка, которая нам нужна. Так, что мы делаем? Близко. Результаты вождения трехкратного чемпиона по дрифту. Дрифтим даже глушителем по полу. Что может быть романтичнее, чем встреча рассвета под крафтером? Сколько мы реально потеряли? 60 на фран. Да? И уже мы изначально чутка опаздывали. Даже если в отеле у нас будет спа и массаж, и даже если это будет бесплатно, нам он не понадобится. Потому что пока доедешь до Рынет, пассажируется все. От глушителя до ушей. Да? Это жесть просто. Продолжаем ехать по территории Украины. По хорошим дорогам. По хорошим дорогам. Спасибо, Украфтодор. Митя, у тебя все больше и больше счастья на лице, что ты поехал в эту классную поездку. Надо посмотреть. Вообще-то у меня отпуск. Прежде чем заслуженный, заранее оговоренный. Договорились. Давай. На работе отпуск. Активнее, активнее. Митя, Митя, что ты опять сломал? Я? Ну не я же. Ну ладно, это был я. Я не знаю, ну вообще. Три года назад нормально проезжали. Сейчас у нас разваленная в хлам покрышка. Пришлось новую купить в Рени. Каким-то чудным образом зацепленный снизу. Что это? Шток цилиндра тормозного. Пропали тормоза. Ну вообще. И чел, и чел. А, ну и два раза оторвался у нас глушитель на крафтере. Но вроде поставили его на место. Как бы ничего, ничего стрёмного. Но все равно в общем-то часа два мы на этом всем потеряли. Сейчас мы, кстати, уже в Молдове. И приличная очередь дает нам наконец-то время спокойно добить оставшиеся проблемы. Финализировать поломочку, связанную с тормозной системой, мы решили закручиванием вот такой вот мегаотвертки. Знаете, бывают мегазаводы передачи. А Мите просто досталась мегаотверточка. Самая крутая в моей жизни пока отвертка. Просто, просто вот этот можно закрутить только такой отверткой. Крути, крути, крути. День второй или первый уже мы запутались. Нас опять подводят тормоза на лосете. И мы попали в нереальную пробку. Курвощи, блин, вертолеты летают. Ездят какие-то тачки красного, как любого цвета, блин. Все службы сбежали сюда. И тупо международная магистраль стоит. Ну, добрый час уже. Я проснулся, уже стояли. Час, да, говоришь? Та же фигня. Капец. Так. Вот они мы. И вот все туда уходит. Вот так вот в цивилизованных странах обсужут аварю на трассе. Если посмотреть, то можно глянуть на пробочку с противоположной стороны. Вот, конечно, появился один хитрец. На севике. Подтянулась группа листов, которым, как обычно, быстрее всех надо. Александр. Бензовоз, говорят, перевернулся. Нет. А что случилось? Там перевернутая фура, которая кого-то поймала в лоб, ну, типа буса. Я думаю, что там есть совсем-совсем пострадавший. Поэтому пока они там нормально все не оформят, делов не будет. Сколько там осталось? 553 километра. Ну, хотя бы направление уверенное. Название населенного пункта. А, блин, не видно. Отсвечаю. Прочти. Звездец. Наконец-таки мы едем, по-моему, туда, куда нас вело все это время. Тянуло последние сутки и неделю. Звездец. Пройдя Молдову, Румынию, Болгарию, мы добрались до турецкой границы. И, по идее, вот он, заветная территория Турции, по которой мы делаем последние 200 с копейками километров. И все. Но не тут-то было. Всех устраивают наши документы. Турким не нравятся документы на наш прицеп. Red Bull 350Z спускается с лафета. Лафет остается на болгарской территории. Мы ждем сейчас эвакуатор. Прыгаем в наш бус-крафтер и едем своим ходом. А Z-ку доставляют отсюда 200 с лишним километров. На эвакуаторе, блин. Никак наше приключение не закончится. Кстати, полдесятого утра. Три часа дня, квалификация. Теперь вот он новый челлендж. Успеть туда. По чуть-чуть, Зяня. А у нас знаменательное событие. Четырехзначная цифра нашего пробега из Атольца к Стамбу. И реально пугающая цифра. Здесь еще незначные. 91 километр до точки назначения. Кроме этого, через два с половиной часа будет ровно полтора суток. Мы живем в Крафтере. И что-то хочется уже выйти. Взять там подушечку с кроваткой и поспать где-то там, а не где-то там. Буквально час мы их забираем на легкую слегку. Буквально часа полтора и мы на трейдинг. С корабля на пол. Последний час от тренировки и от второй части нашей команды нас отделяет. Вот это прока. Похоже на москлуса. Нет слов, да? Ну, надеюсь, мы успеем хотя бы до окончания квалификации. Шнеля, шнеля! Чуваки, в конце, в финале всего мы заблудились по навигатору. Реально. Пробка 10 километров, мы ее стояли полтора часа. Пробка 10 километров, мы ее стояли полтора часа. Прошло. Редвул 350 сет. Красава замечательно себя ведет, но у нас есть большая, мне кажется, проблема.